В Новолялинском федеральном районном суде Свердловской области вынесен приговор в громком уголовном процессе о пытках и вымогательстве у заключенных исправительной колонии. Шестеро обвиняемых получили реальные сроки лишения свободы. Самое серьезное наказание – 8,5 лет колонии общего режима понесет бывший заместитель начальника колонии номер 54 по безопасности и режиму Рафик Равилович Зинатулин. А остальные подсудимые из числа так называемого «актива колонии», то есть ранее уже осужденные, выполнявшие указания администрации учреждения, Максим Ликомцев, Павел Шибаев, Андрей Безгодов, Андрей Нагаев и Александр Подкорытов получили от 3 до 6,5 лет. Преступления, которые были вменены в вину подсудимым, совершались с осени 2014 до лета 2016 года. В 2014 году по распоряжению ГУФСИН по Свердловской области Навалялинская колония номер 54 была переформатирована из колонии общего режима в колонию Строгова. По задумке руководства, наказание в ней должны были отбывать только те заключенные, кто пусть и грубо, но впервые нарушил закон. Смысл такого разделения в том, чтобы новички не пересекались с бывалыми уголовниками и не перенимали у них так называемый воровской уклад и отрицательное отношение к принятым администрации порядком. Чтобы не давлели над ними криминальные авторитеты и не было соблазна сойти с пути исправления, окончательно встав на лихую дорожку. Но будучи спущенной сверху и дойдя до исполнителя на местах, эта инициатива значительно видоизменилась. Дело в том, что перед отправкой в колонию все осужденные по тяжким статьям новички по многу месяцев, а некоторые даже и лет провели в следственных изоляторах, где уже успели напитаться воровской романтике и изучили азы жизни в тюрьме по понятиям. Попав в колонию без криминальных авторитетов, они сами пытались стать такими и навести порядки, которые, по их соображениям, соответствуют понятиям. Чтобы предотвратить такое развитие событий, руководство преобразованной колонии решило воспользоваться услугами так называемого «актива», заключенных, ранее доказавших свою лояльность администрации. С этой целью группу заключенных из секции «Дисциплина и порядка» в новую лялю перевели из Ивдельской колонии номер 63. Их задачей стала встреча вновь пребывающих осужденных, их информирование о порядках, принятых в колонии, и по возможности получения от них согласия на сотрудничество с администрацией. Как активисты справлялись с этими задачами, позже рассказывали сами заключенные 54-й колонии. Я приехал в Селиву-23 сюда, на ИК-54, 23 ноября. И вечером мне в ПФРС привезли карантин. И там находился 7 дней. Сказали, собирайте. Мы там издевались, избивали. И потом нас ввели в баню, сказали. Все, неделя карантина заканчивается. Нам говорят, в баню-то хотите сходить? Ну, конечно, хотим. Неделю не мылись, а с нас воняется, нас бежит. Сказали, все, пойдемте. Странно было только одно, что ничего с собой не стали брать. Ни мыльно, ни рыльно, ничего. Езжали 5-6 человек, спали, обливали меня холодной водой. Чтоб я работал на сотрудниках администрации. Они все полностью разделили, меня до гола. Начали, так сказать, по всему СУСу, по календору. Начали издеваться, короче, плеваться. И начали обливать холодной водой. И сели на меня и позвоночник, ну, таскали мне позвоночник, холодной водой обливать. И заставляли говорить, там, я, как раз такой-то, я пойду в СДП. Садят на карты, на картаксе идем, усиным шагом. Доходим до боксика. В боксике ставят на растяжку. Начинают просто играть музыка. Гор, виски, писки. Милиция начинает говорить, ну, чё, бабы прибыли. Сейчас, говорит, пойдетесь мыться. Всех по одному затаскивали. Только я зашел в здание СУСа, на мне разорвание одежды. Можно сказать, я даже не успел переступить порог. При всех, прилюдно, один меня, получается, загнул, принесли палку, засунули палку в заднее отверстие. Потом принесли палку, по сантиметрам, где-то 50 черенок. Он был в фекарях, махали перед лицом, объясняли, что если будем не согласны, что нам вызову какое-то данное отверстие, сделать из нас женщины. Как рассказали подсудимые в ходе следствия, такой формат встречи новичков в колонии был ими согласован с заместителем начальника ИК-54 Рафиком Зинатулиным, так называемым кумом. Но, выполняя его поручения, активисты не забывали и о собственных интересах, фактически обворовывая других заключенных. Они все забрали, они сами хавали, они сами кушали, я их видел. Они с моей сигналеткой курили, моя спортивная одежда, кроссовка, они с спортсона ходили. Почему ты себя отоваривался, а там деньги не привел? Я говорю, нету. Мне 16 дней ровно, сам отоваривался, не разрешили курить, не разрешили чай пить. Среди тех, кто мог рассказать о преступлениях, совершавшихся в 2014-2016 годах в Новой Ляли, оказался и известный катеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены фотомодели Юлии Прокопьевой. Я приехал в колонию в октябре 2015 года. Самое гадское время, которое здесь было. Почему? Потому что были пытки, были издевательства, были унижения, были вымогательства. И после того, как тебя пропустили эти жернова, я думаю, уже ничего не страшно. Позже Лошагин признался, что сам он избежал унижения и сексуального насилия над собой, откупаясь деньгами. По словам Дмитрия Лошагина, деньги он платил начальнику колонии Сергею Созинову. Созинов я напрямую говорил, чтобы я ему переводил гуманитарную помощь. А Созинову я и в 16-м году деньги переводил, и в 17-м. Ну, то есть это было на регулярной... Что? Раньше это называлось сексуальной безопасностью. Сексуальный? Сексуальный. Суд над Сергеем Созиновым состоялся в марте этого года в Серове. Бывший начальник ИК-54 обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Статья 258 УК РФ, часть 1. Однако на заседание суда Созинов не явился. Позже судья вынесло решение о прекращении производства по этому уголовному делу, заменив подсудимому реальное наказание судебным штрафом. В связи с тем, что Сергей Созинов впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и возместил ущерб или иным образом загладил причиненный им вред. Каким иным образом он это сделал, непонятно. По крайней мере, Лошагин и другие заключенные ничего не сообщали о возвращении им денег. Прокуратуру такое гуманное решение суда тоже удивило. И они подали апелляционную жалобу на решение Серовской судьи Елены Фарафоновой. Отдельно от других в Новой Ляли судили и трех из восьми активистов, участвовавших в пытках и вымогательствах у других заключенных. Это связано с тем, что они заключили досудебные соглашения со следствием. Процесс над пятью остальными, а также замначальника по бору Зинатулиным, завершился в минувшую пятницу оглашением приговора. Александр Подкорытов был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера. Павел Шибаев в покушении на совершение таких действий, а также в вымогательстве с применением насилия. Андрей Безгодов был обвинен в причине тяжкого вреда здоровью в составе группы лиц. Максим Ликомцев и Андрей Нагаев в нанесении побоев осужденным. Подполковник внутренней службы Рафик Зинатулин признан виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения. Назначенный ему судьей Игорем Макаровым в восемь с половиной лет лишения свободы, Рафик Равилович будет отбывать в колонии общего режима для бывших сотрудников силовых органов. В Свердловской области такая колония одна, номер 13 в Нижнем Тагиле, где Зинатулин в промежутке между отстранением его от руководства 54-й колонии и приговором успел побывать начальником СИЗО. Четверо других осужденных вернутся в колонии строгого режима, где они и ранее отбывали свои сроки, а один отправится на так называемую особую зону. Компенсацию нанесенного им ущерба потерпевшие смогут заявить отдельно в рамках гражданского судопроизводства.